Украина провела первый раунд переговоров с Великобританией по заключению двустороннего соглашения в Киеве. Великобритания первая подписала соглашение по безопасности с Украиной, а теперь первая работает над историческим документом о столетнем партнерстве. Надеемся, что переговоры будут успешными, чтобы этот исторический документ вскоре подписали президент Украины и премьер-министр Великобритании. Андрей Ермак, руководитель Офиса президента Украины, на сайте Офиса президента Украины. Ранее в Лондоне пообещали выделять ежегодно 3 млрд фунтов стерлингов. Это почти 3,5 млрд евро в год для поддержки Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон во время своего второго визита в Киев в мае. Это самое крупное обязательство Великобритании по расходам с начала полномасштабного вторжения России в Украину, пишет The Guardian. Уже 7 июля новый глава британского дипломатического ведомства Дэвид Лэми заверил, что новое правительство будет продолжать поддерживать Украину. 19 июля президент Украины Владимир Зеленский встретился с новоизбранным премьер-министром Великобритании на Даунинг-стрит. Также Владимир Зеленский обратился к британскому правительству с просьбой снять ограничения на использование дальнобойных ракет по целям в России. Путину не стыдно наносить бомбовые удары по жилым кварталам, городским площадям, больницам, школам. А Россия использует около 3,5 тысяч управляемых бомб в месяц и невозможно сбить их все. Но возможно уничтожить все носители бомб. И я прошу вас проявить свое лидерство в этом. И пожалуйста, убедите других своих партнеров снять ограничения. Нам нужен этот шаг. Шаг, который заставит Россию стремиться к миру. По информации Телеграф, британское правительство не разрешило украинским вооруженным силам использовать Штормшедоу в Курской области. При этом в канцелярии британского премьер-министра подчеркнули, что Лондон оказывает военную помощь, чтобы поддержать право Украины на оборону. По мнению британских военных, ракеты Штормшедоу смогли бы поражать железнодорожные узлы и ключевые дороги, ведущие Курску в радиусе более 100 километров. Путин напуган, и это покажет, что Запад полностью предан Украине, чего до сих пор не было видно. Хемиш де Бреттон Гордон, британский командир батальона быстрого реагирования НАТО в 2005-2007 годах. В комментарии Телеграф. Позиция по использованию ракет Штормшедоу зависит не только от правительства Великобритании. Говорят аналитики, ракеты производятся совместно с Францией. А это значит, что Париж также имеет право голоса по поводу условий. Когда США дадут разрешение на использование дальнобойного оружия, тогда сразу же партнеры подтянутся со своими разрешениями, и все пойдет своим чередом. Это вопрос, который должен быть решен со временем и явно не Великобританией. Великобритания наряду с США и Германией лидер помощи Украине. Согласно данным британского правительства, Великобритания обязалась выделить Украине более 14 миллиардов евро с февраля 2022 года, из которых около 9 миллиардов на военную помощь. В том числе почти 3,5 миллиарда евро на военную помощь до 2025 года.